Вероника Жилина показала четверной лутц на тренировке. Фанаты сразу начали задаваться вопросом, а не новая ли это ракета? Вероника Жилина занимается в Академии Ангелов Плющенко, она перешла под руководством Евгения Плющенко из группы Этери Дуберидзе в Хрустальном. Завершился гастрольный тур шоу Этери Дуберидзе, в котором принимали участие Камила Валиева, Алина Загитова, Анна Щербакова, Аделия Петросян и другие известные фигуристы. Аделия Петросян поблагодарила зрителей и коллег после завершения тура шоу Этери Дуберидзе. Большое спасибо всем зрителям, ваша поддержка настолько сильная, что хочется кататься для вас еще и еще. Спасибо Максиму Транькову, нашему замечательному ведущему и человеку, который умеет поддержать и рассмешить. Жене Семененко за доверие и креативный номер на троих. Марии Шашиной за терпение, доброту и за огромную проделанную работу. Огромное спасибо Этере Георгиевне за возможность выступать на одном льду с лучшими спортсменами, участвовать в длительном гастрольном туре, репетициях и мастер-классах. Спасибо за все впечатления и эмоции, написала Аделия. Для просмотра полного выступления сольных номеров с оригинальной музыкой Камилы Валиевой и Анны Щербаковой переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. Переходите в наш телеграм-канал по ссылке в описании. В рамках гастроли команды Туберидзе в памятных местах детства побывала и Алина Загитова. Она провела показательную тренировку для детей в Альметьевске, где в свое время начала заниматься фигурным катанием. Да, семья будущей олимпийской чемпионки перебралась, когда Алине было 5 лет. Для меня это не просто мастер-класс, а нечто большее, ведь я приехал в особое место. Здесь прошло мое детство. Можно даже сказать, что именно благодаря этому льду я стал олимпийской чемпионкой. Благодаря таким мероприятиям ты ощущаешь важность развития спорта. Сегодня это был праздник скорее не для деток, а для меня. И это бесценно, написала фигуристка в своем телеграм-канале. Она также пожелала юным спортсменам воплотить в реальность свои мечты и стать олимпийскими чемпионами. А уже на следующий день вся команда Тутберидзе отправилась в Уфу. Итак, рубрика выживания. Мы уже в автобусе, нам ехать 6-7 часов. И вчера мне болельщики подарили подушку. Боже, я никогда так не радовалась подушке. Спасибо большое, вы самые любимые мои, поделилась Загитова. А пока Алина колесит по стране с шоу, промоутер Владимир Хрюнов не теряет надежд организовать для нее боксерский поединок. Идея с приглашением Ольги Бузовой в качестве соперницы, видимо, провалилась. Но он намерен заменить ее на девушку с подобной медийностью. Это будет не певица, но она занимается боксом. Мы недавно разговаривали с ней. Ими назовем, когда все подпишем. Сейчас я веду переговоры со спонсорами. Будем решать. Приводит слова Хрюнова LegalBet. В МИТРФ заявили, что большинство стран поддерживают возвращение России в мировой спорт. Подавляющее большинство стран, членов международного олимпийского движения, поддерживают возвращение нашей страны в мировой спорт. И не идут на поводу у группы русофобски настроенных государств, готовых на все, вплоть до шантажа в виде бойкотов спортивных соревнований, в результате которых пострадают как атлеты, так и зрители. Тема спорта также не исключение. Она активно применяется в качестве инструмента для внедрения двойных стандартов в отношении нашей страны, заявили в российском МИД. Фигуристка Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббл показали, как ставить программу в дуэте. Видео опубликовано в аккаунте One Eyes Perspective в соцсети. Пападакис и Хаббл посредством совместных выступлений планируют убедить Международный союз какобежцев ИСУ разрешить однополые дуэты в парном катании и танцах на льду. В Канаде в минувшем сезоне внесли соответствующие изменения в правила. Если раньше у них было прописано, что пару или танцевальный дуэт составляют мужчина и женщина, то теперь речь будет идти о двух фигуристах. Как пояснили в скейт-канаде, это изменение направлено на искоренение дискриминации на основе гендерной идентичности. Алексей Железняков назвал инициативу Пападакис и Хаббл сумасшествием. Не впечатлилась этим порывом и Татьяна Тарасова. Мне смотреть на это было бы неинтересно. Мне нравятся классические дуэты «мальчик-девочка». Ерунда это все. Никакой гендерной дискриминации в фигурном катании нет. Вставая в пару с мальчиком и работой, заявила прославленный тренер. Впрочем, нашлись и те, кому предложенная идея понравилась. Так обозреватель Орди Еленова Цеховская напомнила, что в синхронном плавании, например, чисто женские дуэты существуют уже долгие годы. И это никого не смущает. По ее мнению, не стоит удивляться попытке придумать что-то новое. Как-то разнообразить привычное, даже если это идет вразрез со сложившимися стереотипами. Некоторым, зная до сих пор, не дает покоя вопрос. Почему в программе олимпийской легкой атлетики есть бег с барьерами, но нет бега в мешках? И согласитесь, совершенно невозможно найти какие-то внятные аргументы, чтобы ответить. Просто так сложилось. На Падакис я бы с интересом посмотрел даже в том случае, если она выйдет на лед поролоновым чучелом Сизерона. Пошутила олимпийская чемпионка в своем телеграм-канале. Эту точку зрения поддержала главная тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская. Почему бы и нет? Конечно, это может быть интересно. В синхронном плавании девушки давно выступают вместе. Им нужно попробовать. Я тоже всегда противлюсь всему новому. Кажется, что это плохо, это невозможно, а потом оказывается очень даже интересно, признала специалист. Впрочем, Елена Войцеховская, посмотрев прокаты Падакис и Хаббл, не увидела в них ничего выдающегося. Я поняла, что конкретно для меня с этой парой не так. Все дело в том, как мне кажется, что подсознание автоматически включает при просмотре сравнения. И всегда будет включать. Парадокс в том, что в этом сравнении Пападакис и Хаббл всегда будут проигрывать как Пападакис и Сизерону, так и Хаббл и Донахью. Ну и в чем тогда прикол, отметил обозреватель. Бронзовый призер чемпионата мира 2023, чемпион США 2022, 18-летний фигурист Илья Малинин принес публичные извинения за скандальное высказывание об ориентации фигуристов-одиночников. Ранее в медиапространстве Малинин ответил на шутливую просьбу «Докажи, что ты натурал», заявил, что не может им оставаться, ведь иначе не получат высокие оценки за компоненты. Чтобы я извлек урок из своих ошибок двигался вперед, Федерация фигурного катания США предложила мне пройти тренинг по восприимчивости, который поможет моему развитию и поможет лучше понять сообщество ЛГБТК+, и других людей, не получающих достаточной поддержки. «Извиняюсь перед всеми, кого задели мои комментарии. Я надеюсь извлечь из этого урок и пройти через это», – написал Малинин в своих социальных сетях. Катарина Гербальд оценила слова фигуристки Алены Косторной про группу Итери Тутберидзе. Итери Тутберидзе – это добыча результатов любыми методами, потому что конвейер. «Этот сломался, идет следующий», – ранее сказал Косторная. Также она заявила, что у нее не было шансов выступить на чемпионате России 2022. Алена Косторная после переходов от одного тренера к другому ушла в парное катание. Ее нынешний наставник Сергей Росляков объявил, что пара Косторной и Георгий Куницы будут пытаться попасть в сборную. Как по-вашему, Катарин, насколько это реально? «Вы знаете, когда-то и я ушла из одиночниц в позднем возрасте для парного катания. Все возможно, главное найти в себе силы работать больше, чем раньше, потому что у тебя работа будет больше, чем у остальных действующих пар. Если в твои планы входит соревноваться с ними, пытаться выигрывать, просто нужно работать в два раза больше». Алена – талантливая спортсменка. Мне кажется, что это даже не нужно произносить, потому что такого уровня спортсмены не могут быть неталантливыми. Но насколько у нее получится себя мотивировать для этого, я думаю, мы увидим в следующем сезоне. Косторна недавно дала интервью, в котором раскритиковала методы Этери Тудберидзе. Может ли тут быть какая-то обида фигуристке или неудовлетворение от их совместной работы? Особо комментировать я это не возьмусь. Единственное, она каталась достаточно долго у Этери Георгиевны, все ее устраивало. Добилась она с ней высоких результатов. Тогда никаких комментариев не было. Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблемы в окружающих. Но в первую очередь спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это мое мнение, сказала бывшая фигуристка Катарина Гербальд.